Хочешь зарабатывать играя в игры? Попробуй сайт Super Slots. Тебя ждут ежедневные турниры с огромным выигрышем и многое другое. Регистрируйся и получай бонусы. Ссылка в описании. Опасность тигра или большой белой акулы осознается абсолютно всеми людьми и способствует сокращению популяции подобных видов животных. Однако, если посмотреть чуть дальше того, что очевидно всем, можно заметить тех животных, об опасности которых мало кто подозревает, но которые способны даже убить человека. В этом видео вы узнаете о пяти опасных или агрессивных животных, о которых вы не подозревали. Рыба-игла. Когда мы осторожно входим в воды океана, в нашем уме возникают страшные сцены с участием акул и того, что их челюсти сомкнутся вокруг какой-нибудь из наших драгоценных конечностей. Однако в океане людей подстерегает и более странная опасность. Рыба-игла, достигающая в длину почти одного метра. Это очень тонкий охотник с клювом, почти как у цапли. Рыба-игла может развить скорость в 50 км в час, из-за чего её столкновение с человеком может закончиться летальным исходом. В 1977 году ребёнок был проткнут рыба-иглой на Гавайях, а рыбаки из Филиппин боятся их больше, чем акул. Обыкновенная гадюка. Хотя её летальность не сравнится с коброй или гремучей змеёй, присутствие ядовитой и потенциально смертельно опасной змеи в Европе кажется не совсем обычным явлением. Хотя почти все ядовитые змеи живут ближе к экватору, обыкновенная гадюка обитает на лугах и болотах европейской части России и часто кусает людей, нарушивших её покой. Смертельные исходы от укусов гадюки редки, поэтому змею не считают чрезмерно опасной. Но за последние 100 лет только в Великобритании зарегистрировано 10 фатальных случаев укусов. Африканские собратья гадюки могут достигать в длину 1 метра и питаются птицами и грызунами. Кошалот. Моби-Дик, возможно, не был исключительно мифическим существом. Кошалоты, достигающие в длину 20 метров, являются самыми большими зубастыми животными на планете и способны убить самых больших гигантских кальмаров во время впечатляющих битв, происходящих на глубине в несколько тысяч метров. Люди когда-то охотились на кошалотов за их спермоцеты, которые применялись в масляных лампах, однако, если верить историям, жертва иногда становилась охотником. В 1820 году Эссекс и вспомогательное судно были протаранены кошалотом, в результате чего несколько членов команды погибло. А недавно кошалот протаранил небольшую лодку в Японии, от чего утонул один человек. Белоногие хомячки. Бедствие бубонной чумы уже находится позади. Однако в лесах Канады и северной части Соединённых Штатов симпатичные белоногие хомячки бегают по лесной подстилке и ищут себе укромное местечко в пнях. Эти грызуны являются переносчиками смертельного вируса, известного под названием Ханта-вирус, который приводит к смертям 40% людей, заразившихся этим вирусом, и присутствуют в экскрементах хомячков. Смерти могут последовать, если туристы начинают подметать пол коттеджа, где мыши оставили экскременты, которые поднимаются в воздух в виде пыли. После заражения вирус атакует лёгкие человека. Чилийский розовый птицеед. Птицееды, особенно недавно обнаруженные гигантские их разновидности, часто представляются как смертельно опасные животные наравне со сравнительно безобидными удавообразными змеями и волками. Хотя их укус на самом деле менее вреден, чем его считают, птицееды далеко не безвредные существа и представляют для людей менее очевидную опасность. Дикобразы на самом деле не стреляют своими иглами. А вот чилийский розовый птицеед покрыт тонкими и сверхострыми защитными волосками, которыми они могут стрелять в сторону того, что они расценивают как опасность. Хотя смерть от этого маловероятна. Если человек приблизится к птицееду слишком близко, ему грозит полная потеря зрения. Паук выстрелит сотни маленьких иголок в лицо, где они могут застрять в глазах человека. Спасибо, друзья, за просмотр. Вы были на канале Жук-паук. Ставьте лайк, и эти существа обязательно вас не тронут. И подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Удачи!